всем привет это макс белоусов я сейчас нахожусь на солнечном бали совершенно втором этаже свои виллы и как и думаю многие на бали прохожу тоже свою определенную трансформацию личностную да там порабатываю вопросы вот и решил с вами сегодня поделиться я думаю что многими важной темой это как перестать помогать всем подряд и работать бесплатно да вот я думаю что у каждого из вас был определенный период жизни когда вы так делали вы бы сейчас продолжаете так делать вот это моя прям насущная боль вот и последний там неделю я прямо плотно отрабатывал этот вопрос вот поэтому решил с вами поделиться этим видео я уверен что оно будет многим полезно вот и я был бы рад сам посмотреть такое видео если бы была такая возможность там лет пять-десять назад первое хочу начать почему вообще мы так себя ведем да почему мы хотим всем помочь всем соответственно там как-то вот не можем отказать не можем сказать нет вот ну первая причина мне кажется связано с низкой самооценкой да потому что мы думаем что в нормальном состоянии да то есть без того когда нас просят о помощи мы не можем ничем заинтересовать собеседника либо человека либо своего там товарища знакомого либо друга да то есть вот в обычном состоянии мы нахер никому не нужны вот только тогда когда от нас что-то требуется вот это бессознательный страх страх оценки страх там который закладывал в детстве да что типа вот ну психотерапии лезть не буду короче первая причина это низкая самооценка да а второе вторая причина кроется в скрытой выгоде да которую мы хотим получить от помощи потому что 99 процентов людей которые помогают всем подряд на самом деле они делают не от благого какого-то да там значит намерения да и не от ресурса избытка а от коррестных целей да опять же говорю тоже про себя там когда там пытался всем вокруг помогать и я внутри этом в голове у себя держал мысль что сейчас я тебе помогу да там через какое-то время ты мне там начать понадобишься вот и я к тебе обращусь и тогда мы с тобой будем квиты ну как бы это не помощь это торги это рынок да то есть это манипуляция по сути да там скрытое токсичное отношение да к людям то есть это ненормально потому что помощь она должна быть бескорыстной его там собственно вы там кому-то помогли все забудьте об этом да то есть иначе как бы ну это не это не помощь это ну вы вдали в долг условно да там что-то либо ресурс либо деньги либо там что-то да там свое время то же самое опять же там я слушаю предсказал там деньги в долг да то есть если вы действительно бескорыстно даете деньги в долг вы помогаете все за вы должны забыть про эти деньги да вы должны давать человеку деньги смысле о том что они не вернутся на даже сам человек там божится там и обещает что он вернет нет все вода деньги забыли на поэтому деньги долг нужно давать тогда когда у вас самого нет нужды в деньгах да когда у вас снова все окей у вас есть лишняя какая-то денежка вот и вы можете отдать там своему там знакомую другу товарищу там и кому-то да то есть вы об этом не будете помнить это как знаете это как вот в казино пришли да там поиграть или в покер да нужно играть на те деньги которые вам не жалко да иначе как бы ну вы просто окажетесь большой проблеме ну вот следующая причина которая может быть связана с тем что мы хотим всем вокруг помогать и значит мы работаем бесплатно мы себя не ценим как эксперта то есть первая причина помните мы не ценимся как человека третья причина да там по счету мы не ценим себя как эксперт то есть у нас синдром самозванца то есть нам нужно подтверждение от кого-то что мы молодец что мы чего-то достойны в плане экспертизы опыта навыка да который мы хотим на нем зарабатывать деньги но в данный момент мы не уверены да что типа вот за это вообще можно брать деньги поэтому мы начинаем там кому-то что-то помогать там предлагать свои там значит помощь да там либо вообще бесплатно кому-то что-то делать вот это ну бред потому что за любую работу нужно платить деньги да я постараюсь жить в этой парадигме вот и например на бале да там познакомился там с боксером да там тренером вот и он сказал макс слушай ты классный чувак давай типа мы вообще будем бесплатно заниматься нет любая работа должна оплачиваться потому что то что я хочу от людей должен я сам и транслировать да то есть как бы мне было бы неприятно да если бы я что-то делал что является как бы моей экспертизы опытом а мне бы просто скользать спасибо да там из раза в раз ну как бы это неправильно поэтому вопрос обмена вопрос вот это вот как как хочешь если хочешь чтобы тебе люди как-то относились относись к ним к ним также да то есть вопрос баланса вопрос вот это вот все это вселенского вот этого равновесия да он должен быть поэтому вот далеко ходить не надо я говорю любая работа должна быть оплачиваться да вот соответственно ваша работа тоже должна оплачивать даже если вы не специалиста высокого класса даже если у вас нет там крутого какого-то портфолио все равно ваше время стоит денег в любом случае там маленьких больших неважно следующая причина по которой мы соответственно пытаемся помочь всем подряд или там значит работать бесплатно это когда мы путаем деловые коммуникации деловое взаимоотношение и социальные абсолютно два разных общения приведу три кейса примера из моей жизни последнюю 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 неделю которые произошли которые меня очень сильно триггернули да вот по сути я ради этого и записываю сами это видео чтобы может быть даже как-то обсудить вот если те люди которые про которых я говорю смотрят это видео вот ну не обессуйте как бы ну я говорю правду я абсолютно искренне у меня это взбесило как бы триггернуло вот по сути ну наверное вы об этом наверное и узнали да там сразу когда когда я вам об этом сказал вот соответственно первая ситуация которая произошла, да, значит, у меня, ну, без имен, да, был там чувак, который долгое время мне писал в личку, вот, я, в принципе, у меня не было желания с ним там особо общаться, там, как-то что-то делиться, потому что, ну, видно было, что человек, как бы, ну, такой сложный, да, но он писал что-то там, давай встретимся, давай, там, значит, блядь, пообщаемся, в какой-то момент я думаю, ну, ладно, давай, ну, встречаемся, там, два-три часа общаемся, скорее, это общение было больше как, потому что мне от него нихера не надо было, да, то есть, поэтому я и не хотел на коммуникацию отвечать, да, скорее, ему от меня что-то надо было, потому что у него была там депрессия, у него была апатия, у него было сложное там какое-то время, вот, и, по сути, я ему проводил сеансы, блядь, психотерапии, да, там, поддержки коучинга, да, там, ну, как бы, сам того не понимая, да, но это было так, потому что я тратил свою энергию, свое время, это было ни раз, ни два, ни три, вот, такие вот встречи, да, да, конечно, он говорил спасибо, там, где-то, может, там, за кальян заплатил, там, где-то, там, не знаю, там, там, еще какие-то там ништяки мне там скинул, но это не сопоставимо с тем, что я в него вкладывал. Он ничего у меня не купил в плане моего обучения, еще чего-то, но тянул из меня время и энергию. И последняя капля была, когда он недавно мне пишет, говорит, Макс, я тут сделал обучение свое, наставничество, мне нужно твое мнение как эксперта. И скидывает мне описание своей программы. Я ему аккуратно намекаю на то, что, чувак, слушай, мое время как эксперта стоит денег. Это два разных понятия. Общаться как друзья и общаться со мной как экспертом. Если ты общаешься со мной как экспертом, то я работаю, я не общаюсь. Я трачу свою мозговую активность, свой опыт для того, чтобы дать тебе какую-то обратную связь экспертную. Я ему говорю, вот это стоит столько-то денег, консультация. Пожалуйста, оплачивай, я дам тебе обратную связь, без обид. На что, значит, он говорит, да нет, и что, да как. Начинается такая вот реакция. Я говорю, слушай, ну если ты не ценишь мое время, почему я, блядь, должен ценить твое время, да, как бы вот. Он говорит, нет, я умею ценить, говорит, время людей. Вот у меня, говорит, наставник. Я ему заплатил полмиллиона рублей, вот, значит, и он мне дал вот это задание, чтобы взять обратную связь с людей. И тут у меня, блядь, просто вспыхнуло, блядь, внутри. То есть ты, блядь, со мной несколько месяцев, сука, общался, да, как бы, да, там тратил, сука, мое время, блядь, личное, да. То есть мое время, моя экспертиза, блядь, тебе типа была не важна. Так нахуя ты тогда мне пишешь, если она, моя экспертиза, мне, точнее, тебе не важна, да. То есть ты, блядь, какому-то чуваку платишь полляма, там ты видишь, блядь, ценность, здесь ты не видишь. Потому что Макс вот такой, блядь, открытый, бесплатно может дать совет. Ну, иди-ка ты нахуй, братан, как бы, да. Вот такая мне реакция была, понимаешь. Ну, как бы, естественно, я аккуратно все это написал, но если вы меня понимаете, плюсаните, блядь, в комментариях. Опять же, без имен все, как бы, без отсылок. Вторая ситуация, значит, у меня есть товарищ, значит, давний, который, значит, впал в депрессию, там, по семейным обстоятельствам и так далее, вот. И этот товарищ, естественно, ну, возможно, меня не знал, там, последние пять лет мы с ним не общались, но он меня знал как маркетолога больше, да, как музыканта, но не как психолога, да. Хотя, там, я с детства увлекаюсь психологией, последние пять лет я веду, там, свои тренинги, там, мероприятия, книгу, вот, написал, да. Ну, ладно, не суть, как бы. И, значит, он говорит, можно ли с тобой пообщаться, Макс? Я говорю, пообщаться как, как друг или как, ну, в качестве психолога? Он говорит, ну, давай как друг. Ну, окей, мы там с ним пообщались, раз. Я понимаю, что мне это общение, ну, нахер не надо. Ну, типа, оно мне ни пользы не приносит, да, как бы. Ну, особо мы до этого не общались. Мы не друзья даже, блядь, мы даже не товарищи, да. То есть, как бы, чувак обо мне вспомнил только тогда, когда у него, блядь, проблемы случились, да. Как бы, ну, это не дружба, это, блядь, ну, использование людей называется, да, как бы, ну, абьюзен, блядь. И, как бы, значит, вот это общение как-то продолжается, да, у нас. И он там выкладывает, значит, информацию там в социальностях про то, как ему было херово, типа, там, вот, там, спасите, помогите, блядь. Думаю, ладно, блядь, давай созвонюсь. Мы с ним созвонимся, два часа с ним общаюсь, именно как психолог, да. То есть, я ему помогаю, даю советы абсолютно бесплатно, да. Хотя до этого сказал, что мое время стоит денег. Ну, как бы, это я согласился, признаю. Значит, проходит какое-то время, и недавно, значит, прилетает от него сообщение. Он начинает мне звонить, трезвонить, говорит, Макс, давай пообщаемся. Я говорю, слушай, нет желания мне общаться, я занят, да. Но если как к психологу со мной хочешь пойти, это стоит денег, все. На что он, значит, обижается, добавляет меня, сука, в черные списки везде, да, как бы, и говорит, удачи. То есть, ну, по сути, это было, пошел ты нахуй, Макс, типа, ну, я не вижу в тебе ценности, как к психологу, да, как бы, ну, блядь, как бы, то есть, я человеку помог, блядь, время свое, блядь, потратил, хотел как лучше, понимаете, как бы, потом обозначил просто какие-то свои личностные границы, все, и от этого получил говна лопату. Вот что случается, когда мы не ценим себя, свое время, свой опыт, и сразу не обозначаем какие-то границы, да, то есть, или там, начнем помогать людям, да, потому что если человек не ценит ваше время и помощь, это только вам во вред будет, да. И третья ситуация, это вообще-то просто, блядь, сюр, значит, тоже безымен, но, блядь, если вы это смотрите, ребята, про которых я говорю, ну, не надо так делать, да, ну, как бы, это было мне обидно, да, так скажем, вот. И если те, кто смотрит это тоже в видео, значит, в записи, вот, если вы себя узнали тоже плюсаните, может быть, у вас были похожие ситуации, вот, ну, интересно узнать ваше мнение, ваш опыт, да, жизненный. Значит, ситуация следующая, ну, постараюсь долго не рассказать, вкратце, да. Значит, я одно время спикерил по городам, там было два организатора, да, которые мне давали конференции, да, там, в течение года я посетил порядка 50 городов, вот. И выступая в этих городах, я там познакомился с разными другими спикерами, значит, с одним из спикеров мы там даже вместе работали, сотрудничали, у нас было свое, там, агентство, да, там по консалтингу, потом, значит, наши пути разошлись, вот, и этот чувак сейчас живет там в Дубае, и вот с этим организатором они планируют большую конференцию в Дубае, значит. И этому чуваку платит там зарплату, я уверен, да, он не бесплатно, не за спасибо там выступает, да, как бы в качестве директора по маркетингу, да, вот. Ну, как минимум, наверное, он там засветится, не знаю, что-то он там получит, да, просто, зная этого человека, вряд ли он там будет там за бесплатно там что-то делать, вот. И, значит, после того, как я выступал в этих городах, эти ребята поднялись, они там сделали там большие конференции гигантские на 4-5 тысяч человек, там несколько молодцы, вообще говно вопрос, да, но, сука, ни разу меня не пригласили, не позвали там, ничего там, да, там даже, блядь, билетик, блядь, бесплатно не дали на эти мероприятия. И, значит, мне прилетает сообщение от этого чувака, да, который он маркетолог этому мероприятию. Говорит, Макс, слушай, ты классный эксперт, у тебя есть экспертиза в этом, вот, дай-ка нам обратную связь по этому мероприятию. Скидывает мне презентацию этого мероприятия в Дубай большого. Я спрашиваю, ну, типа, с Маликом, конечно, типа, все классно, а что я с этого получу? И мне этот чувак пишет, ну, мы тебе билетик, блядь, дадим на это мероприятие. Вот, что мне хочется сказать, дружище, вот, когда ты работал где-нибудь там, в каких крупных корпорациях, те же, блядь, не билетиками давали, тебе давали зарплату, да, как бы, ну, если ты меня настолько не ценишь, не любишь и, блядь, не уважаешь, тогда нахуя ты у меня спрашиваешь мое экспертное мнение, предлагая, блядь, за это билетики на свое, блядь, сраное мероприятие, извини, конечно. Ну, типа, это настолько, я не знаю, было, блядь, унизительно для меня, не знаю, может быть, я, конечно, преувеличиваю, но это, блядь, реально было неприятно, да. Поэтому, как бы, ну, я ему просто написал, конечно, мне неинтересно, да, как бы, такой формат сотрудничества, типа, да, ну, сложно сказать, сотрудничество, но меня это покоробило, если честно, с учетом того, что, как бы, я очень много советовал ему, то есть, по его стартапу, да, там, бесплатно причем, да, просто чисто, на, держи, бери, блядь, просто, да, там, понятно, что, ну, как бы, это есть, еще раз говорю, социальное, там, дружеское общение есть, бизнесовое, но, блин, как бы, если у меня экспертиза в ивентах, а я три года работал с Тони Робинс, там, с Экартом Толли, с Аязом Шабудиновым, там, с Радиславом Гондопасом, блядь, с кучей артистов Blackstar, как бы, у меня есть экспертиза, да, и эта экспертиза, блядь, не стоит один билетик на мероприятие, еб твою мать, как бы, да, поэтому, вот, у меня на Бали вот такая проработка сейчас, да, там, ценить себя и свое время, да, вот, и поэтому, если вам это откликается, если вам это было видео полезно, да, я поделился с вами эмоциями, так сказать, провел рефлексию, да, и такую психотерапию, да, там, высказался, да, вот, если вам было это полезно, лайкните, напишите в комментариях, вот, буду рад, вот, может быть, вам такие, такой формат видео подойдет, он вам понравится, вот, буду этому рад, буду продолжать дальше, вот. Вывод какой из того, что я сегодня рассказал? Разделяйте социальные деловые связи, это раз, то есть, даже если вы, там, общаетесь с каким-то человеком, поймите, вот вы сейчас общаетесь как друг, как товарищ, как знакомый, или как, вот, ну, там, у вас какая-то уже работа начинается, и не совершайте моих ошибок, да, не надо друзей тянуть в партнера по бизнесу, да, там, не надо друзей нанимать на работу, не надо с друзьями, блядь, работать ни в коем случае, да, потому что, не знаю, как у вас, но у меня, когда ко мне друзья приходят, значит, за моими услугами, если они готовы платить, они почему-то ждут от меня скидку, с херали какая-то скидка должна быть, да, блядь, я не понимаю вот этого, то есть, ну, типа, мне, получается, невыгодно с кем-то дружить и оказывать ему услуги, потому что я, блядь, там, меньше зарабатываю, да, поэтому у меня правило, либо вообще я не оказываю услуги друзьям, либо дороже, да, специально, вот, вот такой у меня прикол, ну, вот, какой еще вывод, помимо разделения социально-деловых отношений, любите себя, цените себя, свое время, да, и свою экспертизу и опыт, научитесь это делать, потому что если вы этого не сделаете, ну, другие люди тоже не будут в этом видеть какой-то результат пользы и ценности, вот, третий совет, который я вам хочу дать, это поймите, что когда вы людям помогаете, да, это должно быть от души искренне и без задней мысли, если задняя мысль какая-то есть, все, не помогайте, да, лучше помогите себе, вот, и четвертая мысль, которая вытекает из третьей, если у вас у самих проблемы, да, там, с деньгами, там, еще как-то, и у ваших, там, близких проблемы, то прежде всего нужно помочь, блядь, себе, потом друзьям, ой, точнее, близким, а потом только, там, друзьям и товарищам, это как в самолете, да, то есть сначала нужно маску одеть, на себя, потом на ребенка, да, потому что если ты сам в жопе, как-то можешь другому помочь, да, поэтому это, этим правилом со мной поделился мой товарищ Еврей, он сказал, что есть, как бы, круги, да, то есть есть, как бы, ближний круг людей, дальний круг людей, вот, пока ты ближнему кругу людей всем не помог, ты всем своим родственникам, жене, блядь, детям, правнукам, блядь, там, родственникам, не иди помогать друзьям, да, потому что есть люди, которые ближе к тебе, и они нуждаются сейчас в твоей помощи, поддержке, да, вот, в общем, такие советы, еще раз говорю, там, отпишитесь, лайкните, там, поставьте, там, комментарий, там, подпишитесь, вот, мне будет приятно, с вами был Макс Белоусов, сегодня мы говорили про то, как перестать помогать всем подряд, как перестать давать в долг, вот, и, значит, как ценить свое время и перестать работать бесплатно, все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok